Добрый день, уважаемые студенты и наши возможные слушатели. Мы с вами рассматриваем тему, посвященную театрам мира. И в предыдущей лекции мы начали с вами рассматривать театры, которые связаны с культурой Индии. Наше литературное путешествие привело нас в штат Керала. И сегодня мы говорим с вами о таком драматическом представлении, которое тоже сохранилось в штате Керала, которое называется «Подаяние». Кали – так в индуистской культуре называют главную богиню смерти, она же богиня разрушения и она же богиня обновления. В индуистских народных верованиях Кали – одна из немногих богинь, которые способны исполнять желания. «Подаяние» и еще иногда данную драматическую форму называют «Подени». Это слово происходит от языка Малаялам и оно переводится примерно как «военные формирования» и еще некоторые есть другие переводы, о которых мы с вами скажем чуть ниже. Так называется традиционное драматическое представление, но это также и ритуальное искусство, которое сохранилось в центральной части Индийского штата Керала. Церемониальный танец или представление, или драма, который обязательно сопровождает сложные маски – это древний ритуал, который исполняется в храмах Бахадра Кали. И этот танец исполняется как раз в честь одной из форм богини Кали, которая тоже называется Бхадра Кали. Еще «Подаяние» переводят как «ряд воинов», и это форма искусства, в которой сочетается музыка, танец, театр, сатира, маски для лица и некоторые картины. Это часть особого поклонения форме Бхадра Кали, и она проводится в храмах, посвященных данной богине с середины декабря до середины мая. «Подаяние» как вид драматического искусства уникален для района, который называется Тараванкором, и туда входят районы еще также Патанамтитом и Котаям, и все это находится в штате Кирала. «Подаяние» также исполняют в прилегающих районах Кулама и Алапужем. Исследователи рассматривают драматическое искусство «Подаяни» как пережиток дравидийских форм поклонения, которые существовали задолго до появления на данной территории брахманов. Исследователи говорят о том, что «Подаяние» — это особая и более современная форма ритуального танца. Этот танец называется «Кулам Тулал», и его многие и многие поколения исполняли особые маги-знахари Киралы. В былые времена это сложное и очень дорогостоящее мероприятие проводилось для лечения заболеваний, которые были вызваны глубокими психологическими дисфункциями и не находили внешних никаких серьезных физических причин. И также вот этот танец или ритуальное представление «Кулам Тулал» применяли в таких случаях, которые не поддавались медицинским методам вмешательства. Наверное, ближе всего в европейской культуре здесь будет понятнее применить слово «экзорцизм», но на самом деле это только и только самое поверхностное сравнение. Получается, что «Кулам Тулал» — форма психического или духовного исцеления, и она была изобретена или разработана. Она контролировалась и поддерживалась, и осуществлялась исключительно кастами. Они назывались «Тинта», и это была подкаста еще одного сообщества внутри, которое называлось «Ганака», и действительно использовалась в европейском смысле как метод экзорцизма. Народное искусство подаяний как раз и развивается из этого танцевального представления «Кулам Тулал» и закрепляется в качестве некоторой божественной ритуальной традиции, которая закрепляется в некоторых фестивалях, которые проходят в храмах Бхадракали в Кирали. Есть также и еще одна версия происхождения подаяни, и она связана с практикой обучения древним боевым искусствам в Кирали. Поскольку все-таки происхождение термина подаяни связано с военным парадом или какими-то военными рядами, то обычно считается, что подаяние происходит от некоего символического прошлого, который напоминает фехтовальный марш боевого искусства. Он называется «Калари», и его исполняли солдаты касты Наира и также тоже «Калари» касты Асанов. В конечном итоге обязанности по различным функциям, которые были связаны с этим танцем, были разделены и распределены между людьми из разных сообществ. И каста Наир становится исполнителем современной формы искусства подаяний, однако правило написания текстов, дизайна и изготовления сложных костюмов было передано другой касте. В настоящее время современная форма драматического искусства подаяни исполняется во многих храмах Деви в южном регионе Киралы. И, как я уже вам сказала, в некоторых регионах, которые сохранили наиболее часто данную форму представлений, это Патанам, Тита, Коттаям, Алапужа и Кулам. Есть легенда, которую рассказывают перед тем, как должны будут посмотреть зрители данное представление. И эта легенда очень интересна. Вкратце она звучит следующим образом. Была очень разрушительная война в древние времена между двумя классами богов. Это были Девы и Асуры. И вот в штате Кирала сохранилась традиция разделения о том, что Девы – это были боги, а Асуры – это противоположная сторона, анти-боги или демоны. Как раз это очень интересное разделение, я уже говорила в ряде своих лекций, и не только по теме, связанной с театром, распространяется совершенно в другой градации в Иране. То есть там, наоборот, Асуры – это хорошие боги, а Девы – плохие. Но вот в традиции штата Кирала Девы – это очень хорошие, положительные боги. Они победили Асуров, и от их класса Асуров остается только две женщины в живых. Их зовут Данавати и Дарумати. Получается, что они остаются только вдвоем. Они практикуют особый обряд покаяния в преданности. Этот обряд называется Тапасию, и они проводят его в честь бога Брахмы. Получается, что Тапасия в конечном счете достигает до, скажем так, устали внимания Брахмы. Он благословляет этих двух женщин – Данавати и Дарумати. И у каждой из них чудесным образом рождается по одному сыну. Их зовут Данава и Дарика. Когда Дарика достигает совершеннолетия, Дарумати рассказывает ему всю правду и всю печальную историю о том, как их класс Асуров был поражен и полностью уничтожен классом или сообществом Дэвов. Она призывает своего сына, чтобы он тоже практикует Тапасия. И для того, чтобы Брахма его услышал и дал ему силы, с помощью которых он сможет вернуть утраченную славу Асуров. Дарика совершает очень тяжелую и длительную Тапасию. Брахма не может игнорировать то, что он делает. И благословляет его такими силами, которые могут его защитить от любого вреда, как со стороны человека, так и со стороны любого божества, хоть днем, хоть ночью. Брахма подарил также ему могучий жезл. Он так и называется, жезл Брахмы. И это оружие огромного разрушительного потенциала. Дарика с помощью божественного зодчего майя построил великолепный дворец на берегу Западного моря и провозгласил защиту и честь всем выжившим членам своего класса Асуров, которые где-то были рассеяны по всему миру и или скрывались. С их помощью он восстанавливает армию Асуров, он сражается с главой богов Индрой, и он его побеждает. Но Дарика на этом не останавливается. Он периодически совершает вот такие боевые вылазки на территории дэвов, и он становится для них постоянной угрозой. Дэвы находятся в беде, они обращаются к Вишну, это великий бог сохранения. Он направляет их к Шиве, это наоборот бог разрушений. И Шива сказал им, что у него нет сил для того, чтобы победить жезл Брахмы. Только богиня необычайной доблести может убить Дарика. Брахма создает свое божество, он называет его Брахми. Вишну создает Вайшнави, а Шива создает Махешвари, Индра создает Индрани, Субрахманию Кумари и Яма Варахи. Но, тем не менее, все эти вновь созданные божества не смогли совместными усилиями победить Дарика. На пути Дарика теперь встречается небесный монах Нарада, то есть теперь отправляют монаха для того, чтобы он каким-то образом смог Дарика вот этого успокоить. Но надменный Ассур как раз пригорзил, что он убьет сейчас вот этого монаха, который вмешивается в его дела. И огорченный Нарада отправляется на Кайлас. Там он пожаловался Шиве на демоническое поведение Ассура. И как раз Шива, когда входит в свою очень разояренную форму, он создает Бхадра Кали, он создает ее из своего третьего глаза, и он поручает ей уничтожить Ассура. Потом последует битва, и Бхадра Кали сначала убьет приближенного Ассура Дарика. Спровоцированный этим Дарика решает противостоять Кали, однако перед выходом на поле битвы он передает абсолютно все свои мощные мантры или гимны призывания на сохранение своей жене. Дарика использует жезл Брахмы, и он заставляет Кали отступить. Однако богиня Картиани, она союзница Кали, и она знает о том, что сейчас Дарика не является единственным обладателем мантр его успеха, обманула жену Ассура, переодевшись невинной девушкой Брамином. Со всеми мощными мантрами противника, то есть она передает все эти гимны призывания Кали, Кали, получается, сражается с Дарикой, их битва длится 21 день, и на 22 день она сможет захватить жезл Брахмы, рассекла его голову и утолила жажду его кровью. Однако после этого уже начинаются беды другого масштаба, поскольку ярость Кали никто не может усмирить. То есть теперь она жаждет войны, и получается, что у нее была собственная армия каких-то богинь и призраков, она начинает разрушать в том числе даже своих приближенных, и напуганная необычным гневом своего лизера. Эта армия покидает поле боя и находит убежище у Шивы. Теперь уже задача Шивы успокоить разгневанную Кали. Он начинает искать способы, как ее успокоить или развлечь, чтобы она охладилась. Были испробованы танцы, музыка, какие-то комические представления и пантомима, однако ничего это, все это не имеет никакого результата. Наконец, божество, имя которого Субрахмания, нарисовал ее разъяренную фигуру на земле и разыграл ее действия в великолепных облачениях и сопровождая все это ритмичными движениями. Когда Кали увидела именно это представление, она была удивлена и она успокоилась. Вот на самом деле все, что разыгрывается в представлении подаянии, это и есть вот эта самая история, это и есть тот самый древний миф, и именно об этом и говорит это драматическое представление. Получается, что во знаменовании этого мифического события все участники подаянии изготавливают и потом надевают маски, они называются кулам. Эти маски, как вы уже видели на слайдах в нашей лекции, они невероятно сложные, они многоликие и они очень тяжелые. Они изготавливаются из листьев бетеля и иногда они доходят до сотни стеблей. Цвета, которые используются для изготовления вот этой маски кулам, тоже изготавливаются самими кастами. Это древесный уголь или зеленый цвет, какие-то желтые порошки из растений и так далее. Как вы уже успели увидеть, маски кулам в этом представлении, они очень большого размера, они изображают индуистского бога Бхайрава Кали, они также изображают и других богов, это может быть бог смерти Калан, богиня Якши, птица Пакши, и помимо танцоров, также в подаянии участвуют актеры, певцы и музыканты. Также главной достопримечательностью вот этого сложного представления подаяния является песня, которая сопровождает все вот это представление. Традиционно для сопровождения песни используется определенный тип языка, который называется Тапу Рови, и все песни написаны на очень простом для понимания языке Малаялам, они передавались от предков на протяжении множества лет. Когда начинается представление подаянии, то сначала начинают нагревать музыкальный инструмент, он называется Тапу, и вы видите сейчас его изображение на слайде, или по-другому его называют Тапу Сутакао. Этот инструмент всегда направлен в сторону источника огня. И после того, как он разогреется, начинается сам художественный акт представления. Традиционная церемония подаянии должна длиться около двух недель, но современные реалии, конечно, глобализируют все процессы, и уже сейчас подаянии длится в течение одного дня, и есть даже более короткие представления, которые происходят в еще более короткие сроки, несколько часов. Понятно, что сам вот этот вот ритуал, или танец, или может быть драматическое представление подаяния, оно состоит из нескольких различных актов, и вот основная часть данного представления, она называется Кулам Тулал. Здесь одевают специальный кулам, и танцоры или актеры подаянии с преданностью исполняют ритуальные танцы именно вот данного отрезка, данного представления. Вообще считается, что кулам – это символ духовной силы или силы божественного характера, и они тоже, все вот эти куламы, которые вы видели на слайдах, имеют свои названия, то есть это может быть Ганапати Кулам, Якши Кулам, потом Мадан Кулам, Марута Кулам и так далее. Танец поклонения именно самому божеству, Кали, называя Сабхайрави Кулам, именно для него требуется самая крупная маска, и ее носят как маску, используя несколько концов, делается из бетеля и веревка, и вот этой маской руководят несколько человек из-за того, что она очень тяжелая. Одной из отличительных черт драмы подаянии, как вы уже увидели, являются устрашающие и очень заманчивые сложные маски и головные уборы, они раскрашены в яркие цвета от темно-красного или черного, и в них используются только натуральные красители. Для того, чтобы осуществить вот это драматическое представление, требуется очень много различного рода усилий, и, по сути, подаяние – это общественная деятельность, во время которой жители поселения как раз начинают собирать листья бетеля, а потом они будут активно участвовать в изготовлении куламов. Когда заканчивается последний из танцев или основной кулам – тулал, будет проводиться церемония попада, и она будет ознаменовать окончание представления подаяния. После этого весь этот день или весь этот фестиваль или полностью все это драматическое представление считается законченным, и у людей на долгое время, конечно, останутся очень яркие воспоминания. В 2007 году человек по имени Кава Кави Кадамамита Рамакришнан инициирует усилия по продвижению данной формы представления. Он планирует построить особую этнографическую деревню подаянии для того, чтобы реализовать усилия по сохранению этого древнего вида искусства. Естественно, что оно тоже находится под угрозой исчезновения. И очень долго решается этот вопрос. То есть до сих пор еще этот вопрос находится в стадии решения. Считается, что первая такая деревня будет построена в родном городе Кави Кадамамита. И одним из главных ученых и пропагандистов вот этого всего драматического ритуального представления подаяни является профессор по имени Кадамамита Васудэван Пилай. Его общение и знакомство с Кадамамита Рамакришнаном и лягут в основу также множества литературных и художественных произведений. У него есть два замечательных научных труда. Первая называется «Подаяни Юди Палакулан Галл». Вторая так и называется «Подаяни». И на самом деле это подлинные шедевры по воспроизведению и описанию фольклора Киралы, которые также имеют и особую литературную ценность. «Пахатхапу» – так называется первый фильм на языке Малай-Лам по мотивам представления подаяния. Сценарий и сценарист и режиссер данного фильма – Ану Пурушот. И этот фильм был номинирован на премию кинокритиков штата Кирала как лучший художественный фильм в 2020 году. Уважаемые студенты и наши возможные слушатели, если вас заинтересует любой из аспектов, озвученный мной в данной лекции, я думаю, что вы можете изучить все эти вопросы самостоятельно. А сейчас спасибо за внимание. Продолжение следует...